привет друзья вы снова на канале ремонтник т.в. и если учесть что американка это резьба венгерка это слива океанка это молоток угловая шлифмашинка у нас будет называться болгаркой и сегодня предлагаю видео очередное видео смазки редуктора но сегодня такая метабическая тема это все метабы у меня шлифмашинки 125 круг сегодня я буду прочищать редуктор и смазывать и о том чем буду смазать я буду показывать и рассказывать я честно скажу я не фанат метабу я просто это все обслуживая ну и конечно хочу показать вам как все устроено они все разные на самом деле разберем только редуктор и после работы какая там смазка здесь никто еще не лазил в редуктор и еще там никто не ковырялся я первый здесь буду вот первая брачная ночь с этими болгарками и так за стол начинаем так сниму кожух покажу что за модель то есть это в w9 125 вот на шильдике нарисовано можете прошифровать это 900 ваттная угловая шлифмашинка также еще 2 900 ватт на и есть и также 1 820 ватт это w820 125 вот такая модель незамесловатая такая название четко под ватности все зашифровано и одна из этих двух вот эти две одинаковые здесь есть одна с регулятором оборотов разбираем все снимаем везде фланцы редуктора какие насадки для того чтобы раскрутить вот эти три будут т25 вот это будет которая 820 ватт 20 и никаким шлицом кроме торкса мы это все конечно не открутим и да как вы видите фланцы везде будут пластикульные не металлические а в пластике подшипник залит ну собственно сейчас многие так делают bosch делает точно так же даже китайчатина начала так делать уже много лет назад фланец будет пластикульный собственно ускоренная раскручиваю сейчас обозрим какая здесь маска а а Продолжение следует... Итак, друзья, по порядку, картина, которая мне открылась весьма удручающая. Скажем так, болгарка, которая с регулятором. Название здесь W-E-V, как видите, 10-125. И здесь, как вы видите, вот столько смазки. Это все, что в редукторе. То есть какие-то ошметки где-то в уголках корпуса позаседали. Но вот здесь на шестеренке, также на шестеренке фланца абсолютно смазки нет. Она абсолютно сухая. Все доцентровой силой с нее выбросилось. И все в редукторе застряло. Смазки, естественно, недостаточно. Эти угловые шлифмашинки с регулировкой обычно берут для шлифования и постоянной работы. Наверное, нужно периодически все-таки смазывать. И это не ошибка, что сдали просто на смазку. Дальше. Ну это все, конечно, старые ошметки. Отсюда достать, выцарапать, отверточкой аккуратно вытереть ветощутом и заново смазать. Здесь ничего критического вообще выработки нет. И хочу заметить, что здесь конусная кривозубая шестеренка, шестеренчатая опара. Как в большинства угловых шлифмашинок. Есть также игольчатый подшипник. Там на нем словакия написано. Вот этот игольчатый подшипник не втулка. Он 9 на 6, по-моему. Да. Вот так подьюзана довольно-таки неплохо. Но редуктор, сама шестеренка, при том, что здесь по минимуму смазки, она чувствует себя неплохо. Другие намного хуже. Итак, следующая угловая шлифмашинка, которая просто W9125. Тоже очень мало смазки в редукторе. И она распространилась по уголкам редуктора. И вы видите, что здесь редуктор конусный, прямо зубой. А не косозубой конусный. Вот так выглядит шестеренкой. И вы видите выработку. Выработку на каждом зубе. То есть, ее можно вот так в профиль рассмотреть. Я думаю, видно, да? Ну и смазки, естественно, на зубях нет. Здесь также игольчатый подшипник. Ну, все, все довольно-таки еще послужит в нормальном состоянии. Как видите, шестеренка выработки на шестеренке особо я не наблюдаю. Но только вот так. Если за глиной, да, на зуб. Видите, что не все так хорошо. Пару, если менять какую-то шестеренку, желательно полностью пару менять, как у всех шлифмашинках. Следующая. Точно такая же. 900 ватт W9125. Тоже есть еще больше выработка. Насколько я вижу на шестеренке. На шестеренке есть выработка. Смазки на шестеренке, естественно, нет. И смазка где-то по корпусу. Вот такое количество. Видно, голые стенки и внутренние корпуса редуктора. Тоже игольчатый подшипник. Тоже все. Ну, нуждается в смазке. Так, выработка. Но на этой шестеренке тоже смазки я особо не наблюдаю. Она сухая. Смазка в этих шлифмашинках уже не работает. Давно не работает. И вот я хочу показать выработку. На каждом зубе. В принципе, есть, но не критично. Если смазать, еще будет служить. Но что стало с самой маленькой, которая 820 ватт. Итак, видите, редуктор полностью забит смазкой. Но она, походу, тоже не работает. Она не перемешивается внутри. Какая-то сильно тугая смазка. Сейчас я покажу этот момент. Металлизацию от поверхности смазки. Вот я соскребаю. Вот это все будет с металлом смазка. Видите, какая густая. А внутри она будет свежая. Как будто только что заложили. Вот это все верхняя часть. Это с металлом. С шестеренки. Металл начесывается просто на смазку. Но она, в принципе, на шестеренку не попадает. Она слишком густая. Ну и такая, как будто зелено-синяя, как будто подшипниковой. Видите, на отвертку. И она там держится на отвертке. Классификация по NLGI должна быть намного меньше. То есть здесь 0 идет. Наверное, и 2 0 тоже пойдет. Но никак не NLGI 2, которая подшипниковая идет. То есть здесь также неправильно все работало. И хочу, чтобы вы обратили внимание на сработку шестеренки. Вот так. Просто половина шестеренки. Видно кромку. Где работает большая шестеренка. Сколько осталось. Вообще децел. Как она еще работает. Но если нам мазюкать, что-то поделать. Еще можно до конца убить, в принципе. Но я, конечно, скажу, что стоит заменить эту пару. Большая шестеренка. Как видите, здесь опять кривозубая передача. Не прямо зубая, а конусная кривозубая. И вот так все сработано. Здесь даже больше, чем на малой шестеренке выработка. Больше половины. Вот эта тонкая кромка зуба, которая осталась. Вроде бы и на всю длину работает зуб. Чуть-чуть, да. Углубления не достает. Но тем не менее, видите, какая выработка. Смазка здесь неправильная. Вы всегда, друзья, спрашиваете, как я это все делаю. Очищаю вот так, чисто, чтобы корпус был. Потом новой смазки наложить. Конечно, приятно на все, чистый металл. Вот эту какаху, как выковыривать. Просто берем, ну, и отверточкой все выковыриваем. Я просто хочу сейчас показать, сколько здесь этой смазки. И какая. Видите, здесь черная, толстый слой черной смазки. Но в редукторе ее нет. Так. Но какой консистенции она должна быть? В принципе, здесь правильную смазку заложили. Но очень-очень мало. И вы все думаете, сколько я отсюда смазки достану. Ну, сейчас, собственно, посмотрим, сколько выковырию. И вытираем все ветощи. Потом, конечно, продуть компрессором, выдуть, еще раз вытереть. Даже мыть не приходится. Но смазки здесь кот наплакал. Хочу, чтобы вы посмотрели. Смазка вообще такая, вот, типа коричневая, типа кофейная. Но вот эта черная, это налет от шестеренки, металлизация уже. Но из-за того, что она просто распространена по стенкам, она не перемешивается. Хотя и консистенция ее вообще правильная. Также покажу, как все выглядит внутри. Видите, слой черный, сверху, сверху правильной смазки. Но ее консистенция, вот видите, она вроде жидкая, правильная. Я бы сказал, идеально для угловой шлифмашинки. Но ее катастрофически мало. Просто нереально мало. И мы имеем выработку на зубьях шестеренки. Убиваются редуктора. Изначально заложено все с завода. Вот эти три я разобрал. Естественно, никто сюда не лазил. И вот это ее количество, вот так берем и вытираем все ветощью. У меня в роли ветоши старая футболка. И главный конек, вот эта угловая шлифмашинка, где вы можете понаблюдать сколько смазки. И какая она здесь? Она не черная, как в этих двух предыдущих вариантах. Хотя они будут с 2018 года. Вот эти две, 900 ватные без регулятора. А вот эта с регулятором с 2017 года. И смазки здесь, конечно, и нет. Но она здесь светлая. Видимо, по минимуму работала. Видите, светлая вообще. Можно просто вытереть все, даже отверткой не выковыривать. Потому что здесь нечего. И это пока не все. Сейчас с уголков старую смазку выдуваем все компрессором. И также вытираем повторно все ветощью. И будет красота. Несколько слов о смазке, друзья, скажу. Это у меня будет ЮКО. Есть такой завод масел и смазок густых. Модель смазки Литоплекс ЕП0. То есть по NLGI он будет 0. Это полужидкая такая смазка. Покажу ее консистенцию. Вот видите, она какая-то синяя-зеленая. И как видите, да. Вот такая она полужидкая. То есть если сравнивать с их синей смазкой, которая подшипниковая. Я подозреваю, что вот эту угловую шлифмашинку, самую маленькую, 800 ватт, на мазюкале именно подшипниковой. Но это есть неправильно. Она будет консистенция. Это на банке даже написано. Будет NLGI 2, как вы видите, да. И взял новый тюбик, чтобы показать ее консистенцию. То есть она, видите, даже прозрачная, но она не такая жидкая. Вот так могу на отвертку сейчас вот так намотать. О, ведь точно то, что было в болгарке. А вот эта смазка, которая EP0, как ее не наматывай на отвертку, она, видите, тянется и текучесть такая повышена. Вот это именно NLGI 0. Итак, сколько смазки и зачем мне шприц? Набираю я ее в шприц вот таким самым обычным способом, как масло, затягиваю через носик. И самый волнующий вопрос, друзья, сколько смазки нужно в редуктор угловой шлифмашинки? Я скажу, на каждый редуктор по-разному, но есть способ, как это определить. Если вы посмотрите в редуктор и видите вот такую внутреннюю проточку, да, вот до этого места. Вот так. Вот здесь становится резинка уплотнительная на первый буртик. А вот здесь второй буртик становится вот шестеренка. И мы должны заполнить полость, вот эту полость, по вот эту кромку. То есть, вот эту полость и полость под шестеренкой. По вот эту именно кромку. Потому что вот эта часть редуктора, это более полтора сантиметра, она не заполняется. Здесь должна быть шестеренка. И как-то нужно двигаться. Если мы все заполним, все свободное пространство, нет воздушной какой-то прослойки. То есть, будет греться сильный редуктор. Не развивать даже обороты. Конечно, это все стоит соблюдать. И сейчас я попробую показать на шприце, сколько здесь миллиграмм сюда смазочки. Я затолкаю. Итак, просто с притцом берем и здесь 20 миллилитров. Вот такая жижка. Вот так в переднюю часть. Также в игольчатый подшипник. Он не втулка. Сразу ставлю и выдавит. И дальше полость заполняем под шестеренку. С одной стороны. И с другой стороны. Вот где-то так. И количество. Сейчас ушло у меня 10 осталось. То есть, 10 ушло, 10 осталось. Сейчас попробую распространить по всей плоскости. Вот. Все. Друзья, 10 миллилитров и хватит. Вот так все получилось. Да. Почти вровень с кромкой. И наполовину шестеренки. То есть, шестеренку не полностью в смазку, как вы видите. А по кромку это будет где-то средина вала. Вот так. Конкретно это на эту модель. То есть, я полость, где шестеренка, не заполняю. Здесь очень хорошее уплотнение. На фланце. Вот здесь на корпусе фланца есть резинка под шестеренкой. То есть, она все уплотняется. Идеально. И так же скажу, что с 2017 года здесь вообще никакого люфта подшипника во фланц. Как и в двух других вариантах, где прямой зуб. Абсолютно нет никакого люфта. Как видите, подшипники работают. И приятно так вращается все. Единственное, что где 800 ватт, здесь выработка есть. Вот я шевелю. Я думаю, вы видите по шестеренке. Возможно подшипник. Возможно он в своей посадке разработал все посадку. Но тем не менее, здесь есть люфт. Ну а нас с 2015 года. Замечу. А здесь вообще нет. Итак, это все можно собрать. Здесь было две прокладки. Поэтому я так и ставлю две. Возможно, конечно, кто-то проворон словил. А возможно, здесь как-то корпус кривобоков отлит. Из завода шарит. Что делать? Поэтому две. Все можно уже поставить на место. Все, отлично. Можно закрутить. Ну и, друзья, послушаем звук. Как звучит болгарка. Это не косо-зубая шестеренка, а прямо-зубая, конусная прямо-зубая. Просто без регулировки, как вы видите. Включаю. И так же, как звучит угловая шлифмашинка, которая сейчас на максимум накручу, которая с регулировкой и с кривозубой шестеренкой. Сейчас раскручу редуктора, покажу, как работает там эта смазка. Вот редуктор. Все покрыто. Вся, вот видите, поверхность внутренняя редуктора, все покрыто смазкой. Она жидкая, вот видите какая. И на шестеренке. И она, как видите, естественно, покрывает каждый зуб. И шестеренки работают именно в смазке. А не чисто, на честном слове. Вот такая она, друзья, метабическая болгарка. Все очень прохавано по гарантии. И, конечно, гарантийный срок она один год выслужит. Вот, а как дальше будет, от вас зависит. И как смазывать, в принципе, я показал. Какая смазка должна быть по консистенции? Я рассказал. И многие спросят, как такую смазку, где ее взять? Она продается там по 18 килограмм ведерко. Оно вам надо? Купите тюбик макитовской. И не парьтесь, короче. На полжизни хватит там тюбика на две болгарки маленькие. Если это для быта, для бытового инструмента или какого-то, кто на все руки мастер, хочет сам себе намазюкать инструмент. Вот на макитовскую тюбик я скину ссылку. Вот это вы можете сами поискать. Хотя тоже скину. Это не будет рекламы. Я наперед вам говорю. Я о консистенции, о количестве и о редукторах и о метабо конкретно сегодня говорил. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. И о метабо они также будут. Вот.